Шина выглядит пушинкой в руках Павла. Спортсмена не пугают ни погодные условия, ни сложность упражнения. Павел Карпачев со спортом на ты с раннего детства. За спиной занятие каратэ, киокушенкай, боевое самбо, легкая атлетика. Казалось бы, попробовал все, но 4 года назад увлекся экстремальными забегами с препятствиями. В его копилке более 100 соревнований. Для спортсмена нет проблем форсировать ров или переплыть реку, забраться на 5-метровый канат. За спиной чемпионаты мира, Европы, дистанция от 5 до 30 километров, искусственные препятствия, рукоходы, упражнения на баланс и координацию. Соревнования настолько сложные, что порой у спортсменов зашкаливает пульс, но это и привлекает Павла. У нас сердце начинает хорошо напрягаться после 145 к 150 ударам и выше. До этого эта тренировка в зоне коррекции массы тела, жиросжигания от 120 до 140 ударов – это несложные тренировки. Но на соревнованиях мы выкладываемся по полному, и атлеты, которые бегут на результаты, у них пульс выше 180 ударов в минуту. Это такой пульс, при котором тебе тяжело разглядеть разметку трассы, потому что у тебя тоннельное зрение, сердцебиение такое, что ты слышишь свое сердце во время бега. Теперь услышали и спортсменов. В октябре гонки с препятствиями стали официальным видом приказом министра спорта Российской Федерации. В Одинцово три месяца назад Павел с единомышленниками создали свой клуб. Занятия проходят абсолютно бесплатно. Достаточно их найти в социальных сетях и присоединиться. Наши цели в ближайшей перспективе сделать Одинцово меккой областного ОЦР, чтобы мы здесь развивали этот вид спорта, чтобы у нас здесь появилась сильная конкурентная гонка с препятствиями, прям в черте города. Чтобы атлеты со всей Москвы, со всего Подмосковья приезжали к нам в Одинцово на сильную конкурентную гонку и участвовали у нас. Потому что на данный момент, к сожалению, у нас есть только спортивные клубы, но нет крупного мероприятия. И мы, собственно, образовали Московскую областную федерацию, чтобы при поддержке администрации такое мероприятие у нас здесь появилось в 2020 году. Работы теперь много, как у ведомства, так и у спортсменов. Необходимо разработать стандарты проведения соревнований, меры безопасности, унифицированную полосу препятствий. А пока чиновники заняты бумажным оформлением этого вида спорта, Одинцовские спортсмены-экстремалы не прекращают тренировок, чтобы достойно представить нашу округу страну на официальных соревнованиях. Жанна Набок, Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.